Воскресенье православные отметили крещение Господня. Ночью, по традиции, верующие собрались у купелей. Окунуться в холодную воду пришли сотни людей. Во Владикавказе крещенские купания, по традиции, прошли на реке Терри, где установили две купели. Начались торжества в Кафедральном соборе Георгия Победоносца. Крещение Господня – один из трех главных христианских праздников. Согласно Евангелию, именно во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан на него сошел Святой Дух. На празднование побывал Аслан Богазов. На празднование крещения Господня в собор Святого Георгия во Владикавказе Сергей Тедеев пришел вместе с родными. Объясняет православные ценности, считает неотъемлемыми от семейных. Мы в прошлом году были в Феогдоне, в монастыре в Воланском. И там крестили детей и старшего, и младшего. Сейчас супруга хочет пройти обряд крещения. Такое настроение очень праздника. Действительно праздника великого. Вся страна празднует. Празднование крещения в Северной Осетии началось во Владикавказе. Архиепископ Владикавказский Аланский Зосима провел божественную литургию в соборе Святого Георгия. Как всегда, в этот один из самых важных христианских праздников в собор пришли сотни людей. Когда только Христос вошел в Иордан, почему Богоявление праздник? Бог явился человечеству не призрачно, не каким-то другим образом, а именно в лице Святой Троицы. После божественной литургии чин освящения воды его проводят в честь библейского крещения Иисуса Христа в реке Иордан. На освящение вод Терека духовенство и прихожане от собора до набережной, на которой были установлены купели, отправились к крестным ходам. Крестный ход во Владикавказе в этом году совершили с Надымской казачьей чудотворной иконой императора Николая Александровича. Икону привез атаман Надымских казаков генерал-адъютант Сергей Криштальт. Объясняет, приехал в Северную Осетию специально, ведь освящение вод всего Кавказа начинается в Северной Осетии, потому что она географически выше других регионов расположена на берегах Терека. Милостью Божией на освящение реки Терек всего Кавказа прибыл крестный ход за веру Царя Отечества. Надеемся, что Сам Спаситель Господь покроет весь Кавказ, Матерь Божия, Царственные Мученики миром и благодатью. Крестным ходом до набережной Терека прошли сотни верующих. Многие ждали у купелей, где уже все было готово к церемонии освящения воды. Сразу после завершения чина освящения воды небо осветили фейерверки. К купелям очередь. Желающих очиститься, окунувшись в крещенскую воду немало. Первый раз я, мне уже 55-56 год, но такая благодать, очищение, какой-то внутренний подъем, это неописуемо. Православных окунувшихся в ледяную воду первыми благословил архиепископ Зосимов. Я поздравляю всех, кто нас видит и слышит, всю православную российскую державу и желаю мира, благополучия каждому дому, каждому человеку, всем людям доброй воли. Мир, здравия и благополучия. Торжества в честь богоявления «Крещенские купания» прошли во всех церквях и селах Северной Осетии. По подсчетам Министерства внутренних дел в них приняло участие не менее 35 тысяч человек. Крещенские купания на берегу Терека в современной истории Владикавказа проводятся третий год подряд. Традицией стала также установка палаточного храма на набережной, чтобы верующие могли помолиться, прежде чем окунуться в крещенские воды. Аслан Богазов, Алан Суанов, Вести Алания.